Здравствуйте! Продолжаем изучать длинные линии. Сегодня вторая часть. Тема которую мы рассмотрим это линии без искажений и линии без потерь. В этих темах попробую минимизировать количество формул и будут только основные без их вывода. Только те которые необходимы для решения задач на эту тему. Из прошлой части мы узнали что волновое сопротивление и коэффициент распространения определяются выражениями zb и то есть корень квадратный в числителе r0 плюс g омега l0 в знаменателе g0 плюс g омега c0 это волновое сопротивление и коэффициент распространения корень квадратный r0 плюс g омега l0 g0 плюс g омега c0. Из этих выражений видно что данные параметры зависят от частоты. Поэтому условия прохождения токов различных частот вдоль длинной линии оказываются различными. Если например на входе линии действует сигнал являющийся периодической несинусоидальной функцией времени, то на выходе форма сигнала будет отличаться от входной. Потому что для различных гармоник условия прохождения тока различны. То есть сигнал при передаче вдоль линии искажается. Во многих случаях в том числе и в линиях связи важно чтобы информация передавалась без искажений. Для этого необходимо чтобы волновое сопротивление zb коэффициент затухания альфа и фазовая скорость не зависели от частоты. При этом коэффициент фазы бета должен быть прямо пропорционален частоте. Эти требования выполняются в том случае если между первичными параметрами справедливо соотношение. r0 поделить на l0 равняется g0 поделить на c0. Тогда волновое сопротивление определяется по формуле zb равняется корень квадратный r0 плюс g омега l0 поделить на g0 плюс g омега c0 равняется r0 поделить на c0 под корнем и умножить на r0 делить на r0 делить на l0 плюс g омега g омега это все также под корнем и равняется корень квадратный r0 поделить на c0 то есть не зависит от частоты. А коэффициент распространения запишется в виде гамма корень квадратный из r0 умножить на g0 плюс g омега корень квадратный l0 на c0 это уже сразу готовая формула без доказательства учитывая что гамма это альфа плюс g бета тогда альфа это корень квадратный r0 умножить на g0 а бета это омега умножить на корень квадратный l0 на c0 то есть коэффициент затухания не зависит от частоты а коэффициент фаза прямо пропорционален частоте фазовая скорость это отношение омега на бета или единица поделить на корень квадратный l0 умножить на c0 обычно в линиях r0 делить на l0 больше чем g0 поделить на c0 добиться равенства в этом выражении можно увеличивая индуктивность либо уменьшая сопротивление или емкость уменьшить сопротивление можно увеличивая сечение проводов но это приведет во первых к увеличению расхода металла следовательно к удорожанию кабеля во вторых к утяжелению несущих конструкций что требует опять же увеличение капитальных затрат а емкость можно уменьшить технологически выбирайте электрик с наименьшими значениями диэлектрической проницаемости но в кабельных линиях и так используются диэлектрики с небольшими диэлектрическими проницаемостями а уменьшить этот параметр ниже единицы невозможно можно увеличить расстояние между проводами но это приведет как к увеличению габаритных размеров линий так и к изменению других параметров а вот увеличивать проводимость нецелесообразно поскольку это приведет к ухудшению изоляционных свойств диэлектрика и к увеличению потерь остается индуктивность таким образом коэффициент затухания кабельных линий связи уменьшают путем искусственного увеличения индуктивности цепи включая в линию через определенные расстояния специальные катушки индуктивности кроме того чтобы линия была не искажающей необходимо чтобы отсутствовали отражения от конца линии для этого линия должна быть согласована если z-нагрузки не равно волновому сопротивлению то согласование добиваются включая между источником и приемником согласующие устройства которым может быть трансформатор со специально подобранным числом витков или участок линии определенной длины что значит согласованная нагрузка линия с распределенными параметрами в основном служит в качестве промежуточного звена между источником энергии и нагрузкой и в согласованном режиме линия нагружена на сопротивление равное волновому а если сопротивление нагрузки не равно волновому то полна частично пройдет в нагрузку и частично отразится от нее возникает отраженная волна при согласованной нагрузке отраженная волна отсутствует например в линиях передачи информации согласовывают еще с внутренним сопротивлением источника сигнала. Если эти сопротивления будут хотя бы немного неравны, то кроме истинного сигнала, через некоторое время после него может появиться ложный сигнал, типа эхо, и тем самым затруднится обработка получаемой информации. Переходим к следующей теме – линия без потерь. Потери энергии в линиях обусловлены нагревом проводов за счет выделения тепла при прохождении тока и за счет вихревых токов, что характеризуется первичным параметром R0. Также потери могут быть вызваны токами утечки, что характеризуется проводимостью G0. Обычно в линиях связи индуктивное сопротивление превышает активное, а емкостная проводимость превышает реактивную, то есть омега L0 много больше R0 и омега C0 много больше G0. С ростом частоты разница между этими величинами становится более существенной, поэтому в ряде случаев или при расчетах можно рассматривать линию как не имеющую потерь. В линиях без потерь затухание отсутствует. При этом упрощаются расчетные выражения. Коэффициент распространения становится мнимой величиной, а гиперболические функции мнимого аргумента преобразуются в тригонометрические. Система уравнений для линии без потерь принимает следующий вид. у с точкой равняется у2 косинус βx плюс gzb на и2 с точкой синус βx. и для тока и2 косинус βx плюс g у2 делить на zb синус βx. Таким образом, основными исходными предположениями, позволяющими рассматривать линию как линию без потерь, являются пренебрежимо малые значения активных параметров линии. r0 равняется 0, g0 равняется 0. В этом случае вторичные параметры линии принимают следующий вид. коэффициент затухания альфа равняется 0, коэффициент распространения гамма равняется g β, коэффициент фазы омега, корень квадратный l0 на c0. Волновое сопротивление zb равняется отношение l0 к c0, все под корнем, и фазовая скорость определяется выражением омега делить на β, или омега делить на, подставляем β, или 1 делить на корень квадратный l0 умножить на c0. Фазовая скорость постоянно, и отсутствует фазовое искажение, следовательно линия без потерь будет являться также неискажающей линией. Что ж, на этом мы закончим вторую часть теории по длинным линиям. В следующем видеоуроке либо продолжим рассматривать теоретический материал на эту тему, либо порешаем задачи. Эти формулы, которые мы рассмотрели, будут применяться в задачах на тему линии без искажений и линии без потерь. Если будут вопросы по сегодняшней теме, пишите, постараюсь помочь. Спасибо за внимание. Продолжение следует.